вектор интерфер на пространство что ты видишь но вижу я себе что-то думала я думала надо будет почистить россию ну и увидела картину как стоит как девушка где-то где ну как скажем да вот я слышу крем как девушка и что-то в руках держит и такой шлейф от нее пошел как по территории всей рф какой-то как плащ черный так может мы ее почистим давай как раз ты уже настроилась на не хорошо красиво разрешение потрудиться с ней для нее а мне интересно почему она пришла вообще кто она такая я вижу что она находится слышу под черным куполом она просто вот так прыг прильнула как бы ко мне в таком черном шаре сквозь черный шар у меня очень сильно сердце бьется считаю которые эффективны дынка кто она я увидела как она вот эта светлая часть вот так потянулась как в портал в такой то есть там где вот кремль там такой портал открыт рассчитывается извиняюсь за выражение как жопа и она бы так потянулась и образовалась такая такой как портал проход там где-то в секторе интерферентов как как капля в виде капли такой так такое пространство там находится как девушка сидит и придет вот эти нити делает из шерсти или чего-то ножкой своей вижу у нее на щеках такие как будто пластины черные на глазах тоже и все пальцы как будто бы сделаны как импланты какие-то которые сами по себе то есть ее сияющие пальцы туда одеты вот сейчас вот эта сияющая энергия это ящик рассчитывается звучит как божественное сознание первотворца вот эти черные импланты они вот так сзади где где спина что-то такое огромное бесформенная и она так издается звук такой гудит вот так ноги тоже в таких черных как сапогах огромных она такая вся тоненькая ноги в сапогах это тоже программа да да сейчас я спрошу как ее зовут почему-то она говорит что у нее нет имени она говорит что у нее забрали идентификации забрали какой-то и она показывает вот так вверх какой-то индеки и идентификатор как будто бы это инструмент какой-то я вижу что это как такой какой-то инструмент который затягивает секторе принятие решений там такая глыба огромная и подключика в сектор магии сейчас я спрошу дает ли она разрешение поговорить и поработать с ней я ей передаешь что она сама пришла и она мне сквозь этот черный пузырь такой что-то достает как книгу показывает а там написано я слышу время искупления я спросила дает ли она согласия с ней поработать она дает она вот говорить почему-то не может она только или пишет или вот так маши что это за книга такое время искупления я вижу от этой книги тянется она с двух сторон она вот так я как поставила не положила поставил и вот эти от меня с левой стороны листы такие какие-то серые написанные они как будто бы осыпаются от них в сектор принятия решений к этой штуке какая-то колдобина огромная шутку это а вот эти другие листы от них такие они светлые и она показывает как будто я те листы она сама эти программы едят в сектор магии ладно кто в секторе магии находится приказываем проявиться цветы соответствие физической днк такое слово сказать не могу на три буквы короче известное слово вот и вижу такой как шланг черный который такая волна черная кто-то этой волной как мастурбирует кто там этим занимается приказа ему проявиться отвечать кто он такой появился пират хотела сказать пират ну и прямо выговаривается петр стоит мы мужчина вижу какой-то несуразных размеров какой-то пропорциональный так то он такой и мы еще раз спрашиваю приказы отвечать кто он такой он почему-то появилась моно и она этого петра умывает как водой умывает почему-то говорит но слышу моно сейчас я приказываю может это обман какой-то приказы и проявиться соответствии эфирным днк и эфирным днк и истинным эфирным днк отвечать кто она такая так я вижу что слышу подстава подставлять кто-то вот так его как бы выталкивает вижу этот это илья вот бороду борода его я его приказываю проявиться чернозор да они оба находятся в секторе магии по отношению к девушке то и да да она вот энергия моно такая очень маленькая а вот этот петр и этот еще когда я смотрю я вижу этого меньшинского считывается о когда я посмотрела этого меньшинского я слышу начало руси вижу он дает какой-то приказ что-то подписать говорит мы уберем ее с пути этому длинному петру идет какой-то несуразный такой бесформенный мечиков подает ему этот указ и после этого я вижу этот стол и этот указ уменьшается и этот мечиков положил это в карман как какую-то монету что ли а этот петр растет растет становится огромным и образуется эгрегор я вижу с этого момента сейчас я посмотрю что на физике произошло посмотри так я слышу коронации и этаж до этого момента то он объявил себя царем он до этого это были князья это не были цари он себя объявляет царем я вижу как он цепляет вот эту царские отличия но вот эта звезда такая многоугольная на грудь и такую черную как будто ржавая черная корона и эту корону держит в руках этот цельнозор цельнозор а в том воплощение этот меньше к и я вижу что от этого то есть это тот момент когда петр первый впервые объявил себя царем всея руси какие-то политические были с ну с руси у какие-то были отношения и московья тогда стало он стал впервые называть его княжества царство и начал называть его именем руси а с этого поимел только вот этот меньшиков я слышу этот меньшиков организовал бунт против бунт против разума против разума светлой вселенной то есть он создал я слышу собственную картину мира вот он этот эгрегор создал и создал какую-то систему обчисления сейчас я посмотрю календарь а это связано с календарем так с календарем он отсек так а какое отношение это вот к народу московского княжества имела я вижу что весь народ вот как она просто он просто вот так как двигался медленно по ступеням к первоисточнику то есть ну прорабатывала свои родовые коды шум спит а потом его как бы отрубили вот весь народ то есть весь рот и остался только какая-то как голова она считывается как голова но это такая черная булька какая-то а был создан новый эгрегор политического управления литой летоисчисления потом вот эта книжка которая листья листочки осыпаются вот и вместо этого был я слышу вот так где это светится это снова я слышу как начали кириллица то есть был взят чужое письмо а мова это то что вот то это вот я слышу много то есть замене но я слышу писание правописание финский язык родной для московского княжества был заменен на славянский на все по истории то то есть на славянский в новгороде новгородский это я уже не 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 вижу то я уже знаю по истории и сейчас я просто слышу новгород вот и вижу где он находится и после этого я вижу как этот снимает как плащ этот петр и накрывает этим плащом вот эту душу население то есть ну скажем так сознание народа вообще сознание накрывает этим черным плащом считывается безумие безумство выгоду с этого имеет вот этот мальчиков меньше к потому что пока я вижу что этот петр и вся все вот это московское государство на тот момент было как марионеткой в руках меньше кого я слышу что он создал подспудное государство и вижу как вот это государство как этот объект в эфирном пространстве государство да а он создает как будто бы сковороду то есть под этим и снова когда я смотрю на эту черную энергию похоже на сковороду которая как колобок выглядит на этой сковороде то я слышу исчисление это исчисление то есть был создан заменим конечно это не просто календарь это было заменено как бы отрезано сознание родовые корни рода население которое там жило в этом московском государстве было поставлено вот сейчас я посмотрю что это за сковородка такая черт посмотрю викторию что это я слышу что когда я смотрю я слышу колдовство фальсификация новый новое устройство то есть была какая-то создана совершенно новая система управления и она имеет как бы две стороны стороны с одной стороны вот я вижу что вот это общественной это как подскажи как это называется общее пространство человека это как не человека а вот разумное пространство или информационное поле народа как общая верно вот эта оболочка до сознания сейчас подождите то я чуть-чуть поднимусь подниму чтобы я вспомнила а вот считывается вот это когда я смотрю на этот белый шар выглядит вот это образ как в колобок баба там пекла на этом с дедом она слышу родовые коды генетический индив и идентификатор народа то есть это как общее генетическое пространство информационные рот скажем так народа который попал как этот на сковороду а это сковорода это новый тип управления общества основанный вот на этой лыжи то есть был украден генетический код заменено летоисчисление язык и чужое все и память история то есть была взята не своя а своя была отрублена и вот эта девушка показывает которая сидит в этом игре горе она вот так как по талию в этих огромных сапогах как будто бы в резиновых такие черные и у нее она придет как будто бы не ее руками а такими как имплантами то есть она магичит она работает фактически работница тьмы надо так вот этот календарь да или как вот этот указ где виктория вот это самый главный момент сейчас пришло ее имя когда я смотрю я слышу меря и это от слова мерить измеря и это имеет отношение к этому циркулю измерять то есть был этот народ сознание этого народа было избран этими колдунами для того чтобы измерять пространство колдовать и сейчас я вижу вот этот храм войны это песнопение и этот фсбшник который в рясе типа гирил он служитель этого культа до сборник новый создан до политический эгрегор новая политическая система где главная зацепка того что создана вот этот политическая система ключевой момент ключевой момент когда этот когда этот игр и грегор политический был создан где это событие я вижу что это вот это событие вот как мечиков подсовывает вот этот какой-то формуляр но так звучит формуляр по которому вот князь вот этот самозванец провозглашает себя царем и и устанавливает новый я совершенно новое правило зачем это меньше кого нужно было меньше ков с кем-то там разговаривает так с кем она разговаривает я вижу что какая-то дама то у нее левая нога она так подсовывает энергии мон и я вижу то первое когда мы ее освобождали силеной тот момент она в том же зеленом платье и она просит она просит у него денег вот эта дама какая-то там а у нее муж как бы в тюрьме сидит за долги что ли и она у него просит денег а он аферу эту провертывает с пленением царя князя ну это савелина имеется ввиду да она заключила с ним контракт в какой-то растяжки я слышу растяжки как бы растянуть расстрочка то есть на физике она обещает ему отдать денег но он я вижу по отношению к ней имеет вот такие желания он вот буквально берет его так как голову ей откручивает из ее этой головы и образуется то есть это ее решение стало как первопричиной этого эгрегора фальсифицированной истории руси московии да он как будто бы отдавил у нее вот эту часть темную часть низко вибрационные эти энергии она есть так и считывается долг так что мы можем сделать викторию в этой ситуации я вижу что одну минуточку да вот интересно закручивается да да я вижу что ее муж был должен руси то есть украине теперешней потому что каждая страна в любые ну в разные времена называлась ну своим именем но более полторы тысячи лет это уже украина то этого там русь украина назывались одинаково потом перед этим сарматия и европа и как только не называлась много имен на территории москвы это тоже были то есть московья тоже называлась какими-то своими именами но я вижу что этот ее муж вильям а был должен руси я слышу был должен руси и а этот кучерявый он как бы этот долг взял то есть он заплатил эти деньги этой money перекупил в общем долг купил да и и какой у него какой-то план зародился и вот он детали наверное это можно было бы очень долго рассматривать но я вижу что ну как бы цель помочь теперешней россии да и сразу идет внимание на этот контракт сейчас надо смотреть между теми кем был контракт то есть как бы контракт в контракте одна ситуация этот князь он считывается как новоиспеченный а а вот она что сковорода печь вот этот колобок новоиспеченный царь вот эта сковорода так который принимает титул чужого государства хотя в украине и в руси тогда тоже не было царей были князья потому что царем считался первоисточник творец небо и земли вот а царь это как противник бога как конкурент то есть это конкурент конкурирующие творцу политическое образование и 2 контракт это как контракт в контракте я вижу это контракт именно с моной а кто она кто на моно я почему-то вижу ее вот в виде этой девушки россии скажем так или московье чтобы правильно назывались вот или мере вот она там сидит и вот это черный с черными руками это моно то есть это ее часть сознания там как мерить то есть это она откуда родом наверное было потому что я вот вижу ее там сидящий в этом эгрегори и вот эти на ней импланты что она придет эти черные нити то есть она работает на антимир значит по сути это ее контракт моно 1 она не расторгла этот контракт с ильей на основе этого контракта а я она не расторгла его потому что после того когда мы поработали то есть первый сеанс она делала с еленой или и после сеанса и и так эти прихватили демоны что она чуть не умерла потом она мне написала через три дня ее там кошмарила просто жуть как после но после сеанса с еленой елена она проверяла ее типа способности ну и так получилось а потом я работала для нее вселенной я увидела этого колдуна который в ее пространстве был он вот так сидел но я несмотря на я не знала что они там делали на сеансе да мне выплыло и потом они подтвердили что так и было что там сбоку сидел вот этот колдун с которым она типа расторгла контракт и именно этот контракт с этим отдал одолжением денег было и она расторгла контракт а он потом говорит ты тут посижу не удаляй меня я тут посижу я чтобы хорошие тебе там помогал и все такое и она его оставила и он на нее напал и она чуть там не умерла но и на моем сеансе когда я очистила это увидела и это она якобы то все убрала его с его пространство но я так понимаю что не убрала потому что он ее все-таки нашел и буквально через чуть чуть больше чем полгода он уже ее командовал уже ее нашел и начали работать вместе магичить так что у нее за контракт между ей и этим меньшиковым я слышу долг руси она должна была руси я вижу что но это не она а это ты вильям должен был но они как бы она машину бросит для мужа чтобы выкупить его из тюрьмы а теперь понятно что она просит чтобы выкупить его из тюрьмы и получается так что из тюрьмы ее муж выходит а в эту долговую яму попадает этот моно то не мона арумский киевская русский я вижу что этот муж это он был какие-то дела имел с этим ильей в этом воплощении то есть с этим меньшиковым и они там какую-то схему замутили и получился обмен но свято место пустым не бывает и вот я вижу как этот долг он был на этом вильяме и он переходит на всю украину почему виктория это происходит что именно моно ответственно как то так что ее решение моно да подействовал на всю эту это не только моно решение это так механизм сработал замещение то есть долг долги нужно отдавать но я вижу что это долги какие-то не только я слышу это политически не только денежные но и политические долги так ладно какие условия давай посмотрим в контракте на нужно еще найти русь здесь потому что мы не сможем с ними работать каким-то образом здесь же руси еще задействовано кто выступает я приказываю всем сторонам этого контракта проявить до связь обралась на несколько секунд так я приказал проявиться всем сторонам контракта еще раз так я вижу что идет какое-то согласие как бы все соглашаются стоит этот вильям он очень черный человек демонический напротив него стоит этот меньшиков с этим духом петра тут стоит моно все друг другу вы так руки кладут и тут еще кто-то появляется считывается русь я вижу что это коллективное сознание всей руси получается такой вот я вижу как светящийся мешок с таким как млад какой-то что ли это связано с похищением какого-то огромного количества денег руси мы на казачество потому что на руси всегда было самоуправление то есть казаки старейшины управляли и и всегда спрашивали как бы народ что народ хочет как выиграет руси в этом контракте я слышу русь спрятала русь спрятала деньги киев какой-то не полуботок ли какие-то деньги очень огромный ну как бы все деньги государства он рассчитывается вот так то есть все души как сознать как сознание общее сознание народа руси киев киевской руси были как олицетворены или вот вошли в этот клад вклад это какой-то вклад был в английский банк и это провернули какую-то аферу я слышу как украли и получилось так что я слышу все деньги руси были украдены вот этим машине этой мафии он создал эту мафию то есть это он я слышу по-украински започатку вов то есть положил начало новой мафиозной структуре и там вот это задействованы с одной стороны весь этот украинский народ народ руси с другой стороны это мафия московии в лице петра и меньше кого и вот мон и с ее мужем так но зацепка вот это получается есть что эти деньги были украдены да был какой-то вклад в этот английский банк вот это афера как зацепка так что посмотрим это афер давай виктория кто участник этой аферы так вот эту ситуацию осмотрели что ты слева тоже сям но вот этот как украли эти деньги так может контракт расторгнем сможем так а почему нет я же тут представи один из представителей руси украины вот я шум я вот вижу когда когда я положила свою а ты тоже ты же конечно мы же один род да тогда когда война началась я положила свою часть души как в общее сознание землю земля символизирует вот общее сознание коллективный разум нации и таким образом я как бы переняла эту я слышу долю до или долю народа и могу от имени целого народа говорить а я слышу я слышу что я защитница руси такая от лица савелия а ты кто а я слышу что почему-то идет что ты умерший муж руси а муж это как первоисточник ты возле меня вот тут стоишь с правой стороны я тебе говорю что ты расторгся контракт из смерти и ты живой муж живой ты представляешь интересы божественных конов я вижу как ты оживаешь и вот это все пространство так превращается в такой вихрь и он вот так расчищает все эти конструкции я вижу что мы смог а ты не руку не положил ты просто с боку смотрел ты просто как свидетель ты стоишь и пишешь а понятно я считываясь как мать правильно я же тебя тогда родила когда сделали из тебя этого иисуса я была твоя мать я считываясь как мать матрицы вот этой матрицы подчинения этому эгрегору который вот и сайт их решений создался я вот так руку свою поднимаю и вот это черное все я вижу что там где эти руки все положили там как черный провал черная труба и я вот так это все убираю я расторгаю этот контракт я убираю свое соглашение чтобы божественные иконы вселенной были изъяты и работали на поддержание чужеродного эгрегора я вижу как этот эгрегор как он такой как мешок был в котором сидела это она считывается мере я вижу как у нее пальцы и лицо мон и энергии мон и пальцы вот это выходит из этих конструкций ноги то есть она возвращает свой род и я вижу что не хочу вдаваться в подробности но мне кажется что ее муж ну не тут илья с которым она живет а тот который настоящий муж то этот ее и было этот верьем или как какой-то там вот и она я вижу как эти сапоги черные а у нее там еще какие-то импланты я и передаю информацию что она может освободиться у нее как будто знаешь какой-то где вторая первая чакра с этих сапог и тут какие-то захваты такие импланты которые захватывают ее божественную энергию и я вижу как деньги с этого эгрегора с ее рук посыпались богат я так и знала что что-то она и я возвращаю весь это полуботок я правда не знаю этой истории кто это и когда это было ну это вот эти ну так и слышу скорбы полуботка то есть вот это национальные деньги то есть деньги которые принадлежали всей украине я их возвращаю обратно расторгаю свой свое соглашение на это я вижу что там появляются какие-то казаки старейшины я им тоже передаю информацию и показывая всю историю как она протечет и чтобы они отменяли их решение прятать деньги в этом банке который которые потом они пропали эти деньги и из-за этого начали потом грабежи украинских банков украинских музеев все золото было из музея вывезено и даже во время этой войны россия ограбила музей и все скифское золото украла чтобы потом доказывать что это она русь и я вижу как эта книжка которую так поставила и с этой стороны эти листки начали сыпаться высыпаться и я вижу как смотрю на эту мере увижу мону считывается моно она с этого выходит я и передаю информацию чтобы она понимала что происходит ее личном пространстве вот и решение всех чистых священных душ чтобы каждый пользовался своими благами и своими дарами в полной мере и запрещаю воровство я слышу что запрещаю княжества петра и княжества вот этого запрещено я вижу как это этот договор вот так он распух и перевернулся это вот решение это она считается какая-то или берда была балда вот что то такое звучит перевернулась и я вижу как я как частица сознания вселенского разума мне так идет забираю всю мою энергию весь мой творческий потенциал и возвращаю каждой живой душе в равной мере по мере и и сейчас переведу сдобуток то есть ее труда ну так это перевести то что она добыла ее творчество чтобы каждый каждая живая душа во вселенной вернула свой жизненный творческий потенциал и запретила воровство мародерства и я приказываю этому илье и меньше кого отдавать все богатства которые он наворовал и мы запрещаем этому великому фельсификатор у я вижу этот бунт который поднялся чтобы они же знали что этот петр подставной и этот бунт я показываю а ты в том в пространстве как в тюрьме сидишь в этой маске я всем показываю что князь живой я говорю князь живой завели я вижу как идут войска с москвы и и они ну как вот пошли слышу княжик и забрали князя с этой тюрьмы а в эту тюрьму садится меньшиков с этим петром они как срослись вместе и это сковорода вы так пух перевернулась и вот этот колобок который был как общественное сознание московии скажем так московского народа то есть этих народов этого княжества поднимается вверх она очищается я слышу мире поднимается вверх как большая такая девушка что-то у нее во рту она такая огромная каждый народ это уникальная божественная структура это сознание вот я и у нее уже ноги есть все это что-то что-то во рту я вижу что у него во рту какая-то энергия которая вот тянется сектора интерферентов так как то интерферентом приказываю всем интерферентом которые находятся в личном пространстве этой руси приказываем проявиться встать по старшинству она не русь она мере она взяла русь и бедный народ россии эрефии как сейчас ее называют они ты думаешь зря назвали двумя странными буквами российская федерация рифы это чтобы затереть память чтобы человечество чтобы эти народа не смогли идентифицироваться это что народов 180 народа до федерации блин империи елки-палки так приказывай кто личном пространстве всем интерферентом личном пространстве мере всем интерферентом приказываю провести согласно их эфирным днк встать по старшинству я слышу слова какая-то черная энергия такая прошла соединилась между сектором магии секторами интерферентов и говорит мы ее убьем так то это говорит приказывай этой сущности проявиться согласно эфирным днк вижу стоит к какой-то ангел крылья в растопырку ноги в растопырку живот вот так раз город и в животе там что-то светится такие какие-то как как будто этот там какие-то брутья соединяет вот это вот разошелся как шов от сердечной чакры прямо до до 1 вот так и чтобы соединить как бы такие параллельные вот такие как как в тюрьме вот такие но таки считывается слышу брат и так как то это приказываем отвечать кто он такой читан говорит раз рафанаил рафаил рафаил то а внутри что это у него он я вот смотрю и считывается я слышу коды жизни что это за код жизни чей я слышу руси и и вижу такая связь первоисточника там она как в тюрьме сидит находится а вот она что русь россия рассеять рассеять жизнь то есть это вот коды жизни они же рассевают как семена из дерева вы так рассеваются вот так и русь это божественные коды жизни которые рассевались по всему миру и мы же знаем вот мы украинцы знаем историю древнюю то есть история украины насчитывает 7000 лет это письменная история которую можно проследить и в артефактах и всегда вот русь это в одно время русь называлась теперь украина когда-то там еще как то и всегда одна и та же тенденция то есть колонизировать другие народы чтобы дать свое семя и вот есть доказательства что вот в китай ходили даже вот в индию чтобы вывести на более высокий уровень цивилизации души то есть и до сих пор это известно санскрит он же даже если говорят на санскрите то вот украинские целое предложение украинцам это все понятно вот и другие там греция и другие то есть вот рассеять добро буквально считывается жизнь но это ли посмотрим когда это код жизни руси когда мере потеряла этот код жизни руси что это было за событие я вижу что пока не вижу связи я вижу уж тебе говорю что это драфанаил какой-то он поглотил это это сияющие она тянется не к мере а к первоисточнику в сектор будущего а к мере идет черная такая какая-то подключка и она это во рту что-то держит как будто она это как змей и такую как голову змеи так что это за змей вот надо смотреть а этот змей это сейчас я посмотрю учитывается дьявол ну как ложь имеет отношение вот к вот этому сектору магии так как то на секторе магии приказывает проявиться появляется снова те же самые то есть это как я слышу остаточные явления того же эгрегора разбираемся может викторию вот этот к с календарем еще связано ну конечно это все связано и я сейчас смотрю как мере осмотрит на ну там не только мере весь мере и других много других не ну ни один народ не не бывает чистым это же просто создание одного народа на украине в украине только в одном крыму всегда жила более 100 разных народов украинцы татары и турки и сарабы кого там только не было все это все мирно жили пока вот эта мафия не пришла и не начала геноцид а здесь я вижу что она вот от слова мере она как главная да среди этих народов этого сознания и она берет эту змею и смотрит на неё я вижу этот зуб она вот так отпускает этот яд в сектор магии я слышу илья у него в руках как будто бы такие пяльца как вышивают женщины с натянутой такой тканью я передаю мере в том сознании в том времени передаю всю информацию о том что каждый народ имеет свое божественное сознание свою чистую душу я обращаюсь сейчас каждой живой душе российской федерации чтобы каждый вспомнил его принадлежность к первоисточнику к нам жизни процветания и отказывался от этой я слышу машины времени и вот этот зуб он выпускает тут яд и это змеюка просто как резиновая так уплывает а я приказываю меньше кого этому петру в том воплощении и его этим сатанаилу дьяволу рафаилу всем этим демоном всей конструкции убирать их же руками я вижу как они цепляются когтями за эту как будущее закрывается для россии ну для эрефии и это все падает они получают карму я вижу как я забираю свою творческую энергию свой потенциал я возвращаю себе силу гармонии процветания исполнение всех моих желаний и передаю информацию каждой живой душе чтобы каждый выбирал жизнь гармонию процветания и отказывался от воздействие тьмы от этой я слышу капитуляция то есть этот антимир на грани капитуляции передаю это мире я и за руку беру поднимаю вверх надевали ее сестрой то есть ее чистое сознание и передаю чтобы она очищалась от колдовства от магии от гипноза от лжи вспоминала ее божественные корни вот перевела ее в сектор первоисточника и отваливается отваливается эти они считываются как бытовые вот эти бытовые козни то есть искажения в истории то есть все искажения на эфирном плане приводят с искажением в реальности я передаю мере чтобы она очистила все ее пространство от энергии зла насилия вернула себе родовые корни родовые коды вернет эти коды жизни очистит очищаем каждый народ должен выполнять свои родовые программы и выполнить миссию по очищению разума от чужеродного влияния от этих демонических программ того и вот она так пи эту смеюку я и передаю чтобы она очистила все ее пространство от всех слышу бед и восстановила свою целостность суверенности передала всем вот этим которые шлейф там тянулся такой ко всем нациям которые как как будто паровозом так прицепились к ней то есть я вижу как срабатывают вот эти программы этого антимира которые неправильно работают то есть это голова это мафия они у них задача вот поглощать богатство народов до которые они оккупируют и это приводит их к краху к разорению когда каждый народ будет о своем благополучии тогда хорошо всем все тогда богатые обогащают друг друга я вижу как это ее типа платье которое плоское было такое и тянулась как шлейф которая тянула в магию вот эти сознание этих всех народов вверх выходит а эта конструкция которая их удерживала утягивается в сектор магии и я передаю им всем чтобы они отсекали все любые воздействия и привязки к этой мафиозной структуре поклонения дьяволу и отправляли все в портал чистим все пространство очищается пространство украины украина это как первое первое украина означает краина то есть как край край до краина край край это земля родная земля родной дом родная фамилия слышу род то есть семья то есть родовое гнездо скажем так поэтому на руси в украине всегда вот жиль много было таких зажиточных людей вот мой прадедушка тоже был этим очень богатым человеком то есть и таких людей очень много было то есть почти каждый был как боярина достаток да то есть каждый хорошо виктория я очищаю эфирное пространство все лжи россии энергии антимира все это отправляя на аннигиляции восстанавливая чистоту наполняя энергии жизни гармонии справедливости провозглашаю иконы первоисточника суверенность личности сознания человеческого сознания я вижу как божественная рука от первоисточника от будущего дала руку мере и она идет сначала она вся демоническая черная таких программах как стекле похоже на эту какую-то инсектоид потом это все осыпается вот как книга осыпалась это все уходит она идет рука ведет ее как поддерживает и она идет вверх это все осыпается осыпается и вдруг все пространство и и становится шарообразным крепким и я слышу что девственность то есть она вернула свои родовые программы я и передаю чтобы она все родовые проклятия отсекала от себя все привязки и претензии антимира к ней убирала восстанавливала целостность гармонию и закрой это жопа снова проявилась я вижу как она вот так закрывается и уходит а сейчас вот этого уже нет она сначала смотрела сквозь черные как такая куля черная как шар сейчас этого нет я передаю чтобы она очистила все ее пространство стерла со всех информационных полей вот эту преемственность от этого я слышу указа этот указ указа этого мошенника петра она за ним это теневое было правительство образовано потому что никто не знал что управляет всей россией московии этот а он создал создал себе такую он богатство он очень богатый он точно также сейчас эти аллергархи живут то есть россиянам рассказывают как хорошо быть бедным с них все деньги тянут а сами миллиардеры путин же самского говорил что он самый богатый человек в мире почему то потому что миллиардеры за границей пашут как негры работают бизнеса имеют а этот просто ограбил весь народ я передаю народу рф чтобы они освобождались от этих да и возвращали свои государства свое государственное право суверенитет национальную идентификацию возвращали божественные настройки в пространстве каждого субъекта народа вот выбрасывает мере этот циркуль понятно это как отмерять эти вот все это программа это времени которую создал этот ну так и слышу илья смотрю на этого кучерявого слышу и я слышу что союз их распался моно или и надеюсь что моно проснется от этого морока информацию и также илье чтобы он забирал все его воздействия со всех времен всех мест где он делал искажение в пространстве руси забирает россии то есть сегодняшний рф вот пусть забирает передаю информацию всему человечеству всему земному шару каждой живой душе и во вселенной передаю мостов а ты вот здесь возле меня стоишь него там а тут с правой стороны я тоже приказываю этому меньшим забирать все его воздействия последствия воздействия призывая на него и эту систему этих интерферентов сантанаила и всех эту братью призывая силы кармы за всю эту ложь и насилие и отменяя этот указ и отменяя этот указ поведению этого календаря и восстанавливая исконный это исчисление которое было хорошо которые подумаем отсоединяясь от этих ситуаций поднимаемся вверх смотри как мире сейчас выглядит она выглядит как шар внутри девушка какая-то еще подключить у нее голове идет сектор магии это забирает выталкивает все эти подключки очищает свое пространство переходит самое высокие пространство любви гармонии процветания на хорошо ладно тогда прощаемся с мире до виктория отсоединяйся от всех и всего а и Продолжение следует...